Дорогие друзья, вы, наверное, очень испугались всех происходящих событий, это нормально. Было бы странно безразлично реагировать на все то, что происходит не только в далеких странах, но и здесь, вот прям совсем рядом с нами. Но когда это начинается, сразу надо вспоминать слова Спасителя. «Восклонитесь и поднимите голову вашу». Это что значит? Это значит, нам дается новый шанс по-иному переустроить свое отношение к Богу, к ближним и к самому себе. Давайте представим, что все, что происходит сегодня, это такая задуманная Богом очень интересная игра. Наверное, многие из вас смотрели фильм, очень такой суровый, жестокий фильм, но при этом пронизанный огромным оптимизмом. Фильм, забыл режиссер, как его зовут, фильм «Жизнь прекрасна», про то, как отец с мальчиком оказался в концентрационном лагере во время оккупации. И его сила любви оказалась сильнее всего того ужаса, который происходил вокруг. Он предложил этому мальчику смотреть на происходящее, как на такую огромную игру. И вот в этой игре мальчик не просто выжил, он нашел то, о чем даже и не мог мечтать до начала этой игры. Так вот, я предложил бы всем нам, для того, чтобы не впасть в самую опасную вещь, как уныние, посмотреть на все происходящее, как на радикальную смену тех правил, в которых мы привыкли жить. Конечно, нам хочется прийти в храм, поставить свечи, приложиться к иконам, помолиться. А тут нам говорят, давайте сидите дома. Можно возмущаться, а можно, наоборот, на это посмотреть, как на планку, которую Бог поставил для нас гораздо выше. И вот представляете, что чувствует ребенок, когда он привык к одному уровню планки, а тут его тренер вдруг раз ее существенно поднял. Можно обидеться, можно сказать, что вы издеваетесь надо мной, что ли. Но правильный, мудрый ребенок, он потрет руки и скажет, как здорово, потому что мой тренер в меня верит. Он знает, он не садист. Он знает, что эту планку я точно смогу взять. И он с радостью подпрыгнет, схватится за нее и будет выполнять свои упражнения. Вот я не сомневаюсь, что Господь Бог, он куда более педагогичен и мудр, чем даже самые лучшие тренеры. Поэтому те искушения, те испытания, которые он нам сегодня дает, надо на них смотреть с улыбкой и потирая руки, что из этих испытаний, без всякого сомнения, мы выйдем гораздо лучше, чем были до этих испытаний. Поэтому сидите дома, выглядывайтесь внутрь самих себя, учитесь дружить с теми близкими самыми людьми, с которыми иногда мы даже не очень понимаем, как общаться, когда оказываемся продолжительное время вместе. И представьте себе, что Господь Бог дал вам послушание немножко побыть своего рода в затворе, почувствовать себя в ряду тех подвижников, тех аскетов, которые не просто какой-то небольшой период времени сидели в одиночестве, никуда не выходили, а годами, десятилетиями жили. И при этом они, самое главное, никогда не унывали. Продолжение следует...